Такое, можно за меня тоже помолиться на всякий случай. И они молятся за друга. И вдруг, когда уже, вот я вижу, до меня уже очередь как бы доходят, меня осенило. Вот серьезно, я вот как бы просто стою, и меня вдруг осенило. Я вспомнил вот всю ту историю, что было там возле проходной. Вот все, что я говорил плохо об этих людях вообще у себя там в храме. Вот я вспомнил многие эти вещи такие. И мне так стало стыдно. И перед людьми этими, но самое большее, перед Богом. Ведь он же был свидетелем всех этих слов вообще, всех этих поступков вообще. Было так стыдно вообще. И когда очередь до меня дошла, я сказал, да у меня тоже есть нужда, значит, так и так вот. Он и говорю, я хочу забрать свои слова обратно, говорю, вот те, что я говорил. Ну, язычники, ну, языки вот такие. Говорю, потом думаю. Вот говорю, я хочу забрать эти слова обратно, я хочу отречься от них вообще. И я теперь не думаю так, как я думал раньше. Вот я знаю точно, что это женщина Бог исцелил, значит, коли она такая вот любит Иисуса вообще, значит, там все. Не, просто без ума, просто, значит, вот и Библию читает, и все. Вот, и, понимаете, значит, я все это рассказал, что я думал. Они очень радостные стали, я еще более грустный стал, значит. Думаю, ничего они не поняли вообще, значит. Я встал на колени, значит, и стал вот сам молиться. Они там на языках молятся. Думаю, ну ладно, лишь бы, хоть не по-русски, но лишь бы от сердца молились, ладно. И представьте себе, я стою на коленях, значит, там, да. И вдруг я на полу валяюсь. И не под этим делом, и ничего, вот просто валяюсь, знаете, валяюсь. Как упал. Я вообще в шоке. Не, вот серьезно, меня не предупреждали. Меня не предупреждали, что это может быть вообще такое. И я не знал, что такое. Думаю, надо же, думаю, и не под этим делом, значит. Батюшка в чужой квартире. Валяется. Думаю, это же разговоры будут вообще. И у меня так как-то все быстро пронеслось, как-то все быстро. И я так, глядь, они еще не заметили. Думаю, надо быстрее встать. Я хочу встать и не могу. И мне страшно стало. Думаю, что это подучие или что это. Мне страшно стало. Я так еще глядь, глядь, глядь. Они все не видят меня. Они там что-а-а, что молятся. А я валяюсь. И вот мне страшно стало. И я вот, что называется, со всей дури. Вот или сейчас, или никогда вообще. Просто решил вскочить. И как я рванулся. И неведомая сила для меня приезжала меня к полу так, что аж слезы навернулись. И вдруг меня осенило. Ведь это же... Я же молился кому сейчас? Я кому сейчас говорил? Я говорил Отцу Небесному во имя Иисуса Христа. Так кто сейчас? Я понял. Мой Небесный Папочка. Он так, палец аккуратно. Отец Сергий, говоришь? Ну посмотрим, кто отец. Ну-ка. Я представляю себе, если бы там на проходной он чуть порезче пальчик опустил бы. Куда этому батюшку деваться там? Вы знаете, значит, и вдруг мне стало наплевать вообще, что я батюшка, что я в чужой квартире на полу валяюсь вообще. И что эти люди вообще обо они будут думать. В общем, мне было все равно. Был я и Бог. Все. И была проблема между нами. Вот, значит, и все. Больше мне ничего не касалось уже абсолютно. Заорал. Закричал. Я там зарыдал так, что... Первое, что я помню, ощущение незабываемое. Потом я анализировал. Думаю, надо же, кошмар. Думаю, как это может быть такое? Я только в цирках видел. Когда вот слезы вот так вот. Вот так вот. Брызг. Брызг. Как-то они отлетали прям. И я кричу. Вот это первое мою импрессию. Я, значит, кричу. Они еще громче кричат. А-а-а! И мы так кричали. Я не знаю, что там было, значит, у соседей. А там жил кто-то православный. Они знали, что батюшка пришел к ним. Наверное, думали, что батюшку там решили, короче, порешить. Мы, батюшка кричит, а они еще больше кричат. Вот так мы кричали. Я, значит, не то, что я с дури кричал. Просто, понимаете, вот кричу. Просто, ну, обидно, что вот надо. И вот, и когда я прокричался, так легко встало вообще. И отпустило. И уже меня никто не держит на полу. А я сам просто лежу и все, не хочу вставать все. Просто лежу и кричу. А потом встал. И, знаете, так жить захотелось вообще. Вообще, и такое небо голубое. Хотя неба не было, конечно, но образно так. И вот эти вот мышцы, они стали растягиваться. Улыбка появилась. Это похоже было на терминатора, когда он сканировал улыбку. И потом пытался что? Изобразить. Вот я под... Мне захотелось улыбаться. Мне вообще жить захотелось. Знаете, как будто бы груз какой-то на тебе был. Постоянный. Вот тебе насыпали туда песка, там, камней. И вдруг сказали, все, Сережа, можешь бросать. И все. Свободен казак. Знаете, вот такое было. И потом, я вообще был как... Я пришел домой, я первое, что сказал жене, жена, знаешь, я сегодня упал. Как упал? Ну, мало ли, что упал. Нет, я серьезно упал. Что, серьезно? А я улыбаюсь, я пришел домой, я улыбаюсь. Жена меня давно такого не видела, улыбающегося. Вот, борода развивается, я улыбаюсь. И вообще, значит, я потом понял, что вот на самом деле, друзья мои, Господь хочет освободить своих детей от определенного гнета. Вот есть, на самом деле, освобождение. Ну, вот есть разные виды освобождения, да? Но самое, я верю в самое великое освобождение, которое не просто в молитве, не просто оно происходит так вот раз и все, да? Оно происходит через познание истины. Через познание. Самое величайшее освобождение. Потому что, если просто и знать беса, но если учить, не дать ему чего-то Божьего, Слова Святого, то семь смогут прийти. Но на самом деле, есть великое освобождение через познание истины. И познаете истину, и истина сделает вас свободными. Надеюсь, я ответил на многие вопросы. У нас есть еще время? Ну, да? Я попрадка. Что у нас времени сейчас есть, друзья? Время уже нет, да? Есть много разных вопросов. Я надеюсь... Да. Кстати, да. Я надеюсь, что еще Бог осмотрит. Я приеду и послужу вашему городу замечательному. Я очень рад такому теплому приему вообще и таким чудесам, что сегодня даже вот и с архиепископом Александром Милосом, вместе с пастором, кстати. Архиепископ Александр, я свидетель живой. Жал ему руку. Вот так вот, как я сейчас жму ему. Вот так жал ему руку. Вот так вот. И вообще, знаете, друзья мои, я верю в то, что лед трунулся. Я знаю, что Господь, он специалист в дела дьявола. На самом деле, и он развеет в этом городе дела дьявола. И дай Бог, чтобы воля Божья исполнился в этом городе. И, как, знаете, Маяковский раньше говорил, да? Я знаю, город будет, я знаю, саду свесть. Когда в стране там раньше, ну, советская. Такие люди в стране, в Кастоме есть. Друзья, вы соль земли. Этой земли, этой именно земли. Вы свет именно этому миру. Друзья, и пусть Божий свет, он светит вас и через вас этому миру. И пусть соль, она не в пачках на полке где-то хранится, а пусть осоляет, на самом деле, этот мир. Во имя Иисуса Христа. Пусть Бог благоставит, и пусть вот то малое, может быть, что сегодня и в эти вечера, и утром воскресенья я мог высказать, пусть это в руках Иисуса оно будет для вас преломляемо, преломляемо, и вас в руках Иисуса преломляемо, преломляемо для многих тысяч людей во имя Иисуса. Аминь.